У меня такая ситуация, значит, муж ушел три года назад, забрал детей, подал на развод, дети сейчас с ним живут, я не хочу расходиться, вот что мне делать? А почему дети с ним, чего они вас бросили? Ну, так получилось. Вы уехали от них? Нет, нет, нет. А где вы живете территориально, где он? Ну, недалеко от, не очень далеко. О, он живет в этом же городе, да? Да. В Америке, потому что иногда русские там, я живу на одном, где на другом. Нет, мы даже в одном пригороде, да. В одном пригороде. Как его зовут, вашим мужем? Не знаю. А он с кем-то другим живет, другая женщина? Ну, я не знаю. Ну, а как? Нет. Надо узнать. Я не вижу, что кто-то там есть. Вы с ним общаетесь? Да. С вами дружат? Ну, по поводу детей. Почему вы расстались, причина? Не знаю. Там много всего, не знаю. То есть... Вы хорошо с ним себя вели? Что-что? Хорошо с ним себя вели? Наверное, нет. Я не знаю. Ну, было много проблем с общением, с... Оживение. Но оно как-то все сгубило. Он много работает? Да. Устает на работе? Нет. Наверное, я не знаю. Да. У него друзья есть? Есть. Он выпивает, нет? Нет. Нужно устанавливать контакт с этим человеком. Через течение полутора лет вы с ним не сможете встретиться, соединиться, потому что у него идет плохой период. Причина основная того, что он не соединяется с вами, является его внутреннее состояние. Он очень уставший. У него есть сильное напряжение. Это динамический блок. Ему нужно длительное движение для того, чтобы его преодолеть. Этот блок динамический также и у вас есть. Вам тоже нужно длительное движение, чтобы вот это вот... Между вами находится стена. Вы чувствуете стену, как будто что-то мешает. Эта стена, это и есть динамический блок. Ощущение стены, просто препятствие какое-то, как будто что-то мешает. Вот это надо пробеждать ходьбой. Можно в это время молитву читать. Вот. Когда вы свою стену пробьете, то дальше вы уже легче будет соединяться с ним. Вообще есть понятие такой молитвы, когда плохая судьба тяжелая. Концептуально между вами нет какой-то причины, которая бы мешала вам быть вместе. Причиной является усталость от отношений. Нет включенности. Он, похоже, вообще не может сейчас ни с кем строить отношения, потому что у него нет силы. Но это тоже можно побеждать с помощью молитв. Если вы молитесь, есть три круга победы над судьбой. Первый круг — это спокойствие в сердце. Второй круг — влияние. На втором круге вы очищаете связь с ним свою. Ваша связь сейчас какая? То есть у вас в сердце сильная жажда отношений, а у него пустота. Такая связь. Должна быть доброта с обоих сторон. Первый круг побед над собой — спокойствие. Второе — влияние. Третье — изменение в его сердце. Можно молитвой достичь этого. Для того, чтобы воссоединить отношения, нужна с ним беседа. Нужна отношения, общение. Если вы не будете общаться, это невозможно. Потому что он концептуальный человек. Он должен понять, зачем ему это надо. Если он поймет, он, я думаю, сможет заставить себя с вами вместе быть. Тем более, что у него тоже так же, как у вас, сложности с тем, чтобы вообще с кем-либо быть. Вот. Какая вероятность? Если вы ничего не будете делать, то вероятность того, что он к вам вернется — ноль. Если вы будете работать над собой, то можно поставить вероятность где-то 50% сейчас уже. Ну то есть молитва, длительное движение, попытка с ним беседовать, не ждать от него общения, а самой проявлять инициативу, может быть, заботиться о нем, что-то делать для него, подавать знаки внимания. Потому что когда только создается семья, то мужчина должен добиваться женщины. Когда семья уже создана, и она развалилась, то женщина должна добиваться мужчин. То есть она должна сама делать шаги для того, чтобы восстановить все. Мужчина уже не будет делать свои шаги. Эта женщина должна это делать. Надо вам это или нет, это вы решите сами. Вы очень однонаправленный человек в жизни. Вам трудно переключиться на кого-то другого. Вам не нравится менять направление движения. Вот. Но если вы переключитесь, то вы сможете выйти замуж за кого-то еще. В этом случае вы будете себя считать предательницей. Какое-то время, может быть, даже. Ну, поэтому попробуйте. Вы ничего не делаете. Вы не включаетесь в отношении с ним. А надо включаться. Надо саму проявлять инициативу, гордость свою перешагнуть. Заботитесь. А если он не хочет? Значит, тогда вымаливать эту ситуацию. Он сейчас не хочет, да. Но надо молиться, чтобы захотел. Это через Бога решается уже. Он не хочет, потому что ему тяжело, он устал, ему не надо это все. У него есть любимые дети. Две девочки, да? Мальчик и девочка. Мальчик и девочка. Спасибо. Мы решили вопрос? Или нет? Спасибо. Вы поняли, что делать? Я думаю, куда. То есть, молитв, поменяться и... Общаться. Общаться означает служить, заботиться о нем. Хочет, не хочет, все равно можно заботиться, потому что есть дети. Что-то передавать ему хорошие слова, добрые, какие-нибудь подарочки, чего-нибудь покушать там. Путь к сердцу мужчины идет через желудок. У меня жена иногда мне говорит, спасибо, что ты у меня есть. Я ей отвечаю, спасибо, что я у тебя ем. Потом добавляю, есть ем, буду есть. Нем-нем-нем-нем. Понятно? Торма успеха. Вкусненькая, что-нибудь приготовила, принесла. Попробуй, как он, где нравится, мужчина улыбаются, все они знают, что тут нет выбора, ничего не сделаешь. Снешно кормить-то все, да? Шансов, но шанс. А в обратную сторону ситуация работает? Не есть, да? Нет, нет, нет. Наоборот, не со стороны женщины кушают, а кушают. Кормят женщину, да? Ну, что-то делать, там, забота, забота работает, да? Благословно, да? Да. Ну, просто женщина, она всегда уходит или не живет, потому что у нее есть причина какая-то серьезная, она, надо ее убрать. Женщины, они очень практичны в любви, у них есть причина. Если вы эту причину берете, допустим, денег не хватает, там, простые какие-то причины, или грубое отношение, если у нее никого нет, допустим, и вы причину убрали, то она начнет думать в вашу сторону, потому что женщина, она быстро может уйти, но бросить быстро она не может. Она потом будет думать, чесать репу, ходить кругами, потому что найти себе человека сложно, привыкнуть ему надо к новому человеку. Я правильно говорю, нет? Поэтому она будет думать, смотреть, что происходит с вами. Вы должны понять причину, почему вы расстались, в чем проблема. Ручки поднимаем, в черненьком. Здравствуйте. Волнуюсь. Ой, я тоже сейчас сейчас вместе выгоню. Вообще хочу вас поблагодарить, за то, что приехали, и подругу за то, что привезла. А вы сами никак, да? Не, я в компании, я не знала просто, что... Это фантом. Сейчас, знаете, так делают голограмму. Мне предлагали, что голограмму как бы сажать в зале где-то в другом месте, а здесь голограмма. Так что это не я, это голограмма. У меня вопрос про отношения с мужем. У меня очень большое желание уйти от мужа. Надо уйти? Нафиг он может. Ну я понимаю, что так неправильно, так не нужно. Ну тогда не надо уходить. Не знаю, как-нибудь. Мы просто... Я ждала, что я приехала, я с ним познакомилась, ему 13 лет, я вместе мы уже 12 лет. Ну, видите, как хорошо, 12 лет целый. Ну да, мы 8 лет вместе, ну как, расписались, но у нас нет детей. Ну а почему нет детей? Кто-то виноват? Мне кажется, муж не хочет, но, мне кажется... У него есть проблемы с зачатием. Вас тоже надо лечиться. И из-за этого, что нет детей, вам тяжело, да? Вы хотите ребеночка сильно, да? А он это понимает? Понимает, но... Всегда что-то происходит. Всегда. Ставьте условия ему. Сколько вам лет? 5 лет. Он хороший, у него есть бесплодие. Надо заставить его пойти к врачу, сдать анализы. Скорее всего, у него будут проблемы со сперматозоидами. Решается это с помощью длительного движения. Нужно ходить 4 часа. Если он не захочет этого делать, тогда думайте. Тогда есть варианты ребенка на воспитание брать. У вас есть такие варианты? На воспитание можно брать в виду? Или не очень? Есть. Есть, да? Знаете, в чем главная ваша проблема? Вы ненастойчивая. Некоторые женщины, они как бы сядут, так и не слезут. Там хоть умирай, или умри, или погибни. Но сделай то, что она хочет. Я еще просто думаю, когда мы тут познакомились, у меня такое ощущение, что я не вцепилась, но он был единственным человеком, который был рядом со мной. Мой хороший мужик. Нечего тут мне это рассказывать. Он по-доброму к вам относится. Вы не умеете воспитывать мужчин, не отстаивайте свое. Женщину очень много внутри силы, заставляющую делать так, как она хочет. Если она захочет, то шансов нет сделать по-другому. Она весь мозг выест. Никаких вариантов не останется просто вообще. А вы вот так все внутри держите. А потом видите, у вас копится и потом взрыв происходит. Взрыв из чего? Взрыв из желания уйти, убежать. То есть, или я молчу и ничего не говорю, и потом убегаю резко. Это нормально вообще? Это греховная жизнь? Так нельзя? Бросать хорошего человека, не воспитывая его. Он с вами живет, обязан вам подарить ребенка. семья для детей создается. Бог семью для детей создает. Вы не добиваетесь, не отстаиваете свое право. Ножкой не топаете, ручки не выкручиваете. Вот, надо что-то делать. и даже просто что-то делать недостаточно, потому что у него есть бесплодие. Это точно вижу. И у вас тоже. Вам надо очистку делать, методичку почитать, начать очистительные все мероприятия, самой очиститься. потом дальше сперматозоиды сдать, посмотреть активность, заморозить. Потом, если его, как бы, может быть, эко делать, если он не захочется, сперматозоиды его есть, можно эко сделать. Если иногда мужчина не может зачать сам, но у сперматозоиды есть, их мало просто. Нужно большое количество, чтобы зачать. Если мало, то хотя бы можно сделать эко. То есть такого у вас по судьбе с ним что-нибудь детей нету, нужны усилия. А у вас по судьбе препятствий в этом вопросе есть. Надо его преодолевать. Понятно? Сражайтесь за свою жизнь. А уход от мужа будет грехом. И дальше одиночество, временные мужчины. Возможно, через три года после того, как вы уйдете, у вас будет ребенок, но не будет мужа. Будете одна с ребенком. Тоже не вариант. Так что надо молиться и побеждать судьбу, а не прыгать туда-сюда. кухня грязная. Ой, хочу мыть кухню. Не хочу мыть кухню. Хочу мыть кухню. Не хочу мыть, надо идти и мыть. Паша просто рядом будет. Здравствуйте. Вам не страшно, я смотрю, как с ним поговорю? Проблема сильной женщины. Покормить могу, детей воспитать могу, бизнес построить могу, ютуб построить могу, вдохновлять других могу, мотивировать могу, но личная жизнь не складывается. Это потому, что я карму не заслужила или потому, что выбор делаю не такой, соглашаясь на меньшее, то есть всех вдохновляю, всем помогаю, но в какой-то момент потом понимаешь, что это был не мой человек, а я даю всю душу, все 200%, потом снова наверное просто вы хотите слишком многого и не вкладываете потом близкие отношения с человеком. Нет, много не хочу. Но у вас мужчины попадаются же? Конечно. Ну все, надо выбрать какого-то и душить его. И душить его. Любовью душить. Любовью душить. Да. Как найти человека, который также уже на уровне не надо торговаться с Богом. Не надо торговаться. На уровне знаете, Бог решает сам. Бог решает, он всегда дает на вырост мужчину. В древние времена мужчина был сильнее, женщина слабее, а сейчас наоборот. Женщинам дают мужчин, которых надо подтягивать. А кто их будет подтягивать еще, как не женщинам. Поэтому Бог дает вот такого, какого дает. 8 лет воспитывала, как мама была. Вы говорите, мне не нужна грин-карта, я хочу сразу гражданство. Ой, точно, как вы угадали. Давай гражданство. Не получится. Сначала грин-карта. А? И грин-карта дала, и гражданство дала. И ведность поставила. Не, я говорю про вас сейчас, я сравнение вам говорю о том, что вы прыгаете через голову. Не хотите идти последовательным путем. Бог на вас уже недоволен вами. Он дал два вам хороших человека, давал два хороших человека, вы обоих как бы. Сейчас он просил передать, что он недоволен вами. Причем второй еще рядом висит, который он давал, он еще рядом висит, но еще его не забрал. А вы уже что-то еще ищете? А? Все, тогда надо с ним общаться и выходить замуж. Я же вас спрашивал, боитесь сели нету, не боюсь. Теперь боитесь? Испугалась? Нет, не боюсь, просто человек не свободен, поэтому не хочу. не свободен? Да. Как его зовут? Эннон. Нет, это не этот человек. Очень правда. Значит будет. Будем маленький. Человек есть уже. Вот настройтесь правильно и сразу появится. А зам, если женат, это не ваш. Бог не дает женат никогда. есть человек, я вижу человека рядом с вами. До этого был человек много лет, вы как бы легкомысленно себя вели. А сейчас будет следующий. Но если следующим не будете вести себя не так, Бог будет уже вас наказывать. Последний шанс судьба тебе дает. знаете, такой феномен. Девушки же смотрят на себя в зеркало и думают «А блин, такая красивая и хорошая и классная такая». А мужчины же они внешне не такие классные как девушки. Женщины у них все классно так. Они общаются хорошо такие все классные. В этом женщина она себя переоценивает в отношении. Особенно когда есть муж она одни недостатки как я с ним живу вообще. Потому что она не видит внутрь она видит только внешне. Если она начинает слишком сильно гордиться собой то потом вообще одна остается. Он такой вроде плохой а потом раз я нашел и живет дальше. она не может все некое еще потом хуже дают и хуже придется на хуже соглашаться потом потому что одной вообще не хочется. И поэтому как бы не надо пальчиками слишком сильно вертеть. Надо понять что Бог дал человека и слава Богу надо с ним жить и терпеть его характер развиваться в отношении. Не надо женщина будьте осторожны. Женщины часто считают себя лучше. Это очень опасно мышление. Очень опасно. Потому что это иллюзия. Так кажется что вы лучше. Бог дает человека который такой же как ты. Поэтому будьте осторожны. Не считайте себя лучше. Иначе одиночество. Я вижу он уже скачет. Я вижу уже скачет все как бы но как вы себя поведете. Так дальше все хотят поговорить мужчину давайте тоже мужчины тоже люди здравствуйте 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 у меня такой вопрос мы с Украины с Харькова приехали 8 месяцев все хорошо спасибо прощения у нас приняли все хорошо ну мы собираемся придержать в Харьков что ли в Харьков подождите подождите чуть-чуть может быть где-то полгодика недолго надо ждать недолго полгодика потому что сейчас это понимаете это зона где есть война идет это зона в которой нет судьбы это выбор людей они приезжают и у них нет гороскопа понимаете в любой момент может прилететь поэтому зачем рисковать жизнью жизнь самое дорогое что есть у человека конечно вам здесь трудно вам здесь тяжело вы здесь не реализуетесь как в вакууме висите я вижу вашу жизнь но понимаете это не потому что вы здесь а потому что такая судьба вот я сколько не вижу украинцев где бы они не были им везде всем тяжело потому что ну такая судьба нации вот у них сейчас тяжелый период идет у всех и когда он закончится всем станет легче сразу одновременно и там и здесь вот такая вот судьба и одно дело здесь жить безопасности тяжело другое дело тяжело когда летают ракеты это совсем другое тяжело уже понимаете это уже опасность для жизни вы не знаете свою судьбу а я вам говорю что если вы сейчас поедете то будет опасность для жизни я не буду говорить у кого конкретно из вас чтобы вас не настраивать на не ту волну но я вижу эту опасность и поэтому не нужно ехать назад пока всегда когда опасность она тянет к себе притягивает вот злая судьба она тянет она заставляет езжай езжай надо терпеть человека заставляет судьба она говорит иди в магазин иди он идет и ракета убивает его потом понимаете то есть так действует судьба она тянет она заставляет притягивает я много раз это видел как это работает как говорят как лягушка в рот туда куда вы понимаете прыгает за счет влияния судьбы это происходит поэтому терпеть полгода терпеть потом все полностью проходит всякая опасность через полгода спокойно можете всяких проблем делайте то что там где вы можете быть полезен вы понимаете вы сейчас ну как бы у вас такое кардинальное мышление вы или здесь остаться и адаптироваться как бы или уезжать немедленно а у вас сейчас другое во судьбе предназначение вы должны сейчас делать то что вы поле можете у вас куча вы способны вы можете много чего делать помогайте что-то делайте сейчас здесь но не пытайтесь здесь остаться у вас нет никаких шансов здесь остаться вы не предпособлены для этой страны вы здесь вы другая природа у вас вы все равно уедете поэтому нет смысла здесь там включаться как-то пытаться приспособиться это для вас будет крайне сложно и бессмысленно потому что здесь нет хорошей кармы вас работать там допустим жить нет вы не чувствуешь что вы включаетесь как будто стена какая-то стоит она мешает вот потому что у судьбы другие планы она не хочет вас здесь оставить она хочет чтобы вы здесь переждали чтобы вы рождали опасный период пройдет и будете поедете мы там будете реализовываться там у вас все нормально все налажено все хорошо и живите там и работайте ну вот звать как ух ты как шустро дихо дихо у меня такой вопрос если женщина так получилось начала зарабатывать больше чем мужчина конечно если такой вихрь так конечно у меня Меркурий в рождении я не спорю я только это только за как а мужчина образование намного больше и он умеет и не зарабатывает прекрасно зарабатывает ну поменьше зарабатывает но поменьше как вести себя женщине скромно а что такое скромно хорошее вот смотрите когда женщина зарабатывает женские деньги очень опасны со всех сторон опасны во первых они опасны потому что мужчине женские деньги тратить нельзя если он чуть-чуть хотя потратит она все запоминает у женщины в деньгах которые она заработала находится очень жуткая сила эгоизма и когда она он чуть-чуть деньги потратит я больно становится плохо как ущу мы деньги и очень плохо поэтому а с другой стороны когда она больше зарабатывает она же всегда сравнивать ее природа сравнивает женщина зарабатывать больше на дом блин что такое мне положено чтобы муж больше зарабатывал я больше зарабатываю может быть не тот мужчина положено может мне богаче положено То есть у нее начинается вот такое Сила такая в ней уже Типа я круче Вот это в этом испытание Ваше заключается испытание Хорошо женские деньги откладывать Вот допустим есть деньги Мужские тратить, женские откладывать Для всех классно, потому что Когда вопрос о покупке стоит О покупке вопрос стоит То женщина очень сильное право А собственность это женская энергия же Когда допустим купили жилье Женщина все там обустраивает По-своему все делает Вот мужчине нельзя допустим Дарить подарок на день рождения Шкаф жене там Или обои там на стенку Нельзя, потому что женщина не примет Она улыбнется и потом заменит этот шкаф На тот, который ей нравится Она контролирует территорию Если деньги лежат на книжке Женские, это очень классно для женщины Это означает, что можно что-то купить Как вам нравится В том будущем Вот В чем ваш вопрос? Вопрос в том, что у нас очень много женщин Которые там Владельцы траком Компании Ну и что? И они Как прийти домой и быть Такой кошечкой Мягкой Нежной Для этого нужно иметь женский разум Вот есть глупые женщины Они делают умный вид перед мужчинами А есть разумные женщины Они очень скромно себя ведут Скромность у женщин Значит разумная А если она как бы Выпендос перед мужчиной Значит она тупая Надо стать разумным Причем деньги На что? На то, что Допустим Ваша жена Допустим Вы зарабатывала Больше вас Как бы вы думали Отрейдерами? Я? Отрейдерами Ну вот они как-то Очень к этому Лично я Вот вы меня сравните Я Как реагировал Я наверное Вообще никак бы не реагировал Реакция вашего мужа Зависит от вас Если вы раздуваетесь От этой зарплаты Тогда он конечно Будет реагировать А вы не раздуваетесь Вот Деньги не считайте Своей собственностью Считайте что это Бог дал И все И идите Учитесь Вести себя Смиренно С мужем Это От денег Не зависит Это зависит От От вас Вот у нас есть Меня вообще Пригласили сюда Мои друзья Наталья Нужно настроиться Нужно настроиться Может Может наладить отношения Но для этого нужно Чтобы кто-то тренировал И вот И вот Они проводят семинары Тренинги Расстановки В разных странах Живут здесь Но действуют широко По всему миру Это У меня не было Я понял Я понял что она Она очень Настроена Людям Помогать Она вызывает Своим Отношением На себя Так сказать Векторов Вот так Настроен Поэтому Думаю что надо Обязательно Включаться В отношения С людьми Здесь я уеду А у вас остаются Здесь люди С которыми можно Общаться Взаимодействовать Очень хорошая команда Мне понравилось Как меня встретили Как Тут все включены Серьезно Здесь Доздадут Телеграм канал Тоже Тарсунов Как он называется Тарсунов Чикаго В Чикаго Вот Там будет Группа Будет Ведическое Образование Духовное Развитие Поэтому Включайтесь Оставайтесь На связи Да Я в следующий раз Приеду Чтоб вы знали Что Будут Занятия Я может быть Приеду В феврале Где-то Я пока не знаю Точно Но я Так Примерно Просто Все зависит От фестиваля Мы хотим Фестиваль Еще делать Здесь холодно Не здесь Не здесь Мой фестиваль Майами Да Где-то Там Майами Там Где-то Фестиваль Мы хотим Делать В феврале На юге Я заодно Сюда Заеду Тоже Вот так Я хочу Примерно Планы Такие На этой Стране Америки Проехаться Втором Тоже Хочу Заеду Посмотреть Шок Орел Ладно Мои Хорошая Там Сзади Еще У нас Девушка Поднимает Плечек Скромная Такая Здравствуйте Олег Геннадьевич Такой вопрос В прошлом году Можно сказать Что я вернулась С того света В чем мой урок Что случилось С вами Остановилось Сердце Причина Орел Это не урок Это поражен Очень жестко Четвертый слой Сильное Статическое Напряжение Сильное Динамическое Напряжение Они сильно Пересекаются Когда По судьбе Статическое Напряжение Копится На вас Влияние То Вероятность Остановки Сердца Она и сейчас Остается Через полтора Года Например Еще такой Будет Вариант Если вы Не будете Чиститься Для того Чтобы Здесь не вопрос В уроках А вопрос В аскезах Человек может Продлевать Свою жизнь Я вам Это знание Даю Пожалуйста Используйте Очищайте Блоки Убирайте Опасность Для жизни Своей жизни Начинаем С воды В воде Стоять Потом Дальше Статические Упражнения Потом Дальше Динамическое Движение Длительное Движение Лучше Всего Чтобы С вами Работал Мой помощник Вот Можете К Игорьку Подойти Мой помощник Он Консультирует Тоже Людей Можно Записаться На консультацию У нас Я вас Протестирую И он Вам Расскажет Как Что делать На связи Будет Хорошо Спасибо А кто Со мной Не говорил Важно Давайте Последний вопрос Потом Лекция Вопрос Про девочку 13 лет Очень Нервная Очень Любит Есть Соленые Вещи И Холодные Вещи Не дня Без Какого-то Холодного Статическое Напряжение Сильное Оно Идет Жар В теле И Она Перегревается Раздражительная Это статическое Напряжение Нужен Бассейн Как минимум Если она Сможет Статическое Упражнение Делать Вы ее Мотивируете Тогда Будет Еще Лучше Бассейн Бассейн Хотя бы Бассейн Это уже На 50% Ситуация Улучшается Уже Плюс Если вы Тоже будете У себя Убирать Статическое Напряжение Вы же Вместе Живете Тоже Ей Легче Будет Потому Что У вас Она Тоже Сильнее Это Раздражительность Ранимость Если Я Убирала Ей Будет Легче Но Без Того Чтобы Она Убирала Тоже Надо Бассейн Вы Можете Через Себя Сначала Вы Начинаете Ходить Рассказывайте Всем Как Вам Это Нравится Двери У нас Открыты Проверьте Все Открыто Потом Дальше Начинаете Вдохновлять Больше Она Постепенно Чувствует Что Это Правильно Потом Начинает Ходить То Можно Осадой Не Штурмом Брать Можно Постепенно Постепенно К этому Приходить Устанавливайте Отношения Пройдите Консультацию Как Устанавливать Отношения Нужна Добрая Позиция Нужно Переварить Судьбу Сначала Молиться И Принять Ребенка Когда Вы Раздражаетесь Ребенком Она Не Будет Вас Слушать Надо В Молитве Сделать Так Чтобы Вы Спокойно К ней Относились Это Первый Шаг Побед Судьбы Если У вас Спокойное Отношение Начинает К вам Тянуться Она Антагонизм Умешается Когда Она К вам Тянется Можете Аккуратненько Советовать Потому Что Когда Родители Директивно Воспитывают То В Половом Созревании Этот Способ Воспитания Обрубается Такой Возможности Уже Нет Надо Воспитывать Аккуратно По-доброму Советчики Такие Давать Молиться Помогать Ребенку Вот так Аккуратненько И Пойдет К Есть Только Судьба Если Вы Действуете Правильно По-доброму Доброта Эта Энергия Бога Если Вы Доброту Вырабатываете К человеку У вас Нет Границ Вы Можете Преодолеть Все Все Препятствия Доброта Означает Память О Боге Святость Молитва В сердце Могут быть Человеку Разные Чувства Например У вас Чувство Непреодолимое Препятствие Такое Чувство Что Она Отгорожена От вас Вот Это Побеждается Также Длительным движением Это Динамический Блок В отношении Мои А у нее Статическое Сильное Напряжение Это Проблема У нее Проблема На четвертом Слое Это Настроение У нее Очень резко Меняется Настроение Она Такая Вот Это Проблема Почему Неправильный Образ Жизни Я говорил Об этом Людей Копится Напряжение Особенно Когда Люди Сильно Растут Развиваются Раньше Дети Росли На улице А сейчас Они Растут Возле Гаджетов Вот Гаджеты Тов Поэтому Нужно Что-то Делать Чтобы Это Нейтрализовать Эту Ситуацию Спасибо И Когда Вы почувствовали Что есть Контакт Значит Дальше Будет Воспитание У вас Нет Контакта Значит Надо Пробивать Аскез Сделать Молиться Доброту Вырабатывать В сердце Сейчас Тревога В сердце Нет Доброты Надо Чтобы Была Доброта Дочери Это Возможно Но Надо Прилагать Усилия Вкладывать Из своих Детей Силы Своей Есть Три Типа Кармы Есть Карма Когда Человек Смотрит На Родителей Дум Блин Я Так Не Хочу Жить Потом Так Живется Карма Называется Намек Родители Показывают Нам Объем Работы Которые Мы должны Проделать В течение Жизни Это Намек От Бога Через Родителей Идет Карма Связана С супругом Это Твоя Судьба Уже Некоторые Говорят Ты че Мне досталось Почему Я хочу Детей Он не Хочет Это Твоя Судьба Вот через него Твоя Судьба У тебя Препятствия С детьми И оно Побеждается Аскезами Добрыми Делами Молитвой А не Страданиями Страдания Ничего не Побеждает Действия Побеждает Действия Бывают Три Типа Действия Аскезы Добрые Дела Помогать Детям Это Добрые Дела Заботиться Хочешь Детей Помогать Детям Молитва Три Типа Силы Которые Меняют Ситуацию Страдания Ничего Не Меня Страдания Это Лень Души Душа Которая Хочет Трудиться Она Выбирает Аскезы Добрые Дела И Молитву Она Мечты Не Выбирает Страдания Не Выбирает Гадания Не Выбирает Заклинания Не Выбирает Все Будет Хорошо